Различные внешние факторы порой могут негативно сказываться на самочувствии человека. От погоды, от света, от шума, да буквально от всего у человека может разболеться голова. На единичный случай, наверное, можно и не обращать внимания. Достаточно принять всего лишь одну таблетку. Но если голова болит постоянно, нужна помощь специалиста. Хуже самой головной боли может быть только количество ее видов. Существует свыше 300 причин, которые вызывают раздражение в одной из главных частей тела. Боли делятся на две категории – первичные и вторичные. То есть первичные – это признаны, как, например, мигрень, это заболевание головного мозга, генетически обусловленное, которое передается по наследству. Есть вторичные головные боли, они могут быть вызваны опухолями, инфекциями и другими заболеваниями. Обе категории опасны для человека. С такими проблемами нужно обязательно обращаться к специалисту. Но неправильно просто прийти к врачу и сказать, что болит голова. На то есть всегда причины, и если следить за своим самочувствием, то можно выяснить, что именно вызвало такой дискомфорт. Для этого создали даже специальный дневник головной боли. За три месяца, когда пациент ведет дневник, мы выявляем закономерности. То есть все-таки что с вами происходит, у кого-то это сонливость, апатия, раздражительность, отечность. То есть какие-то признаки, и пациент уже говорит, о, Анна Петровна, я знаю, вот у меня вот это, вот это, значит у меня через пять часов будет приступ. Я решил узнать, что же из себя представляет на самом деле дневник головной боли. И оказалось, что это вот такое очень удобное приспособление, в котором есть понятная инструкция. И вот такой бланк заполнения, который расчерчен на две недели. В нем содержится 15 вопросов, касающихся вашего самочувствия. Например, о том, когда началась головная боль, когда она закончилась, принимали ли вы какие-нибудь лекарства и были ли еще какие-нибудь симптомы. Использовав несколько таких бланков, вы сможете на протяжении длительного времени следить за своим самочувствием. Такой учет помогает врачу разобраться с диагнозом и соответствующим лечением, а также позволяет и самому больному не допускать приступов. Все это происходит в особом кабинете, где врач разбирает со своими пациентами симптомы, обеспечивает требуемое лечение и дает рекомендации. Нам продемонстрировали лечение обузусной головной боли, которая возникает в результате передозировки лекарственными препаратами. Мы с вами посчитали поднимничку к головной боли, которую вы очень прилежно вели в течение трех месяцев. И среднее у нас количество получилось препаратов в месяц где-то 150. В связи с чем мы решили провести пациентке детоксикационную терапию. То есть мы отмываем от избыточного приема лекарственных препаратов. Врачи рекомендуют людям с частыми головными болями не пытаться гасить их большим количеством анальгетиков, а стараться использованием дневника и специалисты найти причину и попытаться искоренить. Ставропольские врачи в этом всегда готовы помочь. Ярослав Лапин и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Спасибо. 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 Спасибо.